всем привет у меня сегодня выходной я дома на огороде на кухне и все прочее я хочу пока у меня есть возможность пока никого дома нет кроме леры лера тут со мной у нее каникулы поговорить поговорить о детках и вот сердобольных разных взрослых людях которые стараются угостить других детей разными вкусняшками конфетками карамельками в транспорте даже просто на улице товарищи взрослые подумайте у многих детей сейчас аллергия и неизвестно знает об этом например их мама или не знает может быть ваша конфетка окажется для этого ребенка толчком развитию серьезного заболевания в общем я столкнулась с тем что у меня у василисы аллергия на красители различные а также на какие-то составляющие в молоке когда она была маленькая совсем мы были только на грудном вскармливании с ней и никакой прикорм не сухие смеси не творожки вот все что содержало там что-то молочное и естественно содержала какие-то там добавки она это все в общем и сама не ела ей не нравилось и у нас были разные аллергические реакции сейчас она стала постарше иногда я конечно рискую ей даю йогурты стараюсь без красителей ей найти такие творог она до сих пор меня не ест молоко мы и покупаем без лактозные и вот когда мы привезли и горка со снежкой меня в доме малютки тоже предупредили сказали что дети давайте говорить прямо да дети алкоголиков печени у них сами знаете что происходит с ребенком когда он еще в утробе у мамы пьет как говорится да мама пьет ребенок пьет в общем дети алкоголиков они самые такие аллергичные дети в общем у нас и у егора и снежки тоже лет я и на красители и на сладкое ну конечно я им сладкое даю но умеренно и в таком например если там блинчики со сгущенкой туда если шоколад то значит уже проверенный на которых у них там нет никаких высыпаний понятно что у нас под запретом все чупа-чупсы карамельки вот эти всякие червячки в общем где содержится много красителей и всяких добавок мы этого всего избегаем потому что мы сталкивались с тем что у снежки пару раз у нас даже она вставала как китаец с отекшими глазами пока потом когда вы я сняли оказывалось в садике давали чупс конфетку или какая-то бабушка мимо проходила у нас по улице очень часто ходят дачники угощают наших детей конфетами первое время они мне василиса честно говорила отдавали а сейчас случается уже что егор и снежка их съедают эти конфеты и вася потом говорит что вот нам дали конфетки вот моя держи они свое съели ну хорошо если например у них нет аллергии туда а если что-то случается то мне приходится опять их идти за рецептом на препараты противоаллергичные давайте в общем разговор о том что товарищи взрослые подумайте прежде чем угощать именно чужих детей ну кормите своих не надо чужих угощать к чему я такой разговор завела в общем у нас я не знаю комедия это не комедия в общем теть валя соседка мне сказала говорит ты знаешь говорит у нас заметили что твои дети попрошайничают именно попрошайничают выпрашивают у взрослых конфеты особенно снежана то значит подходит и начинает комедию ломать и говорить я голодная у вас нет конфетки тетя валя говорит я один раз ее спросила ты голодная так пойдем я тебя покормлю нет я только конфетку хочу в общем добились вот эти все угощения конфетами все прочее того что мы теперь детей за ворота гулять не выпускаем они у меня неделю уже как бы или мы их куда-то возим в парк или куда-то при нашей загруженности работе это очень сложно поэтому в огороде тоже им пока места нет в общем сегодня буду разговаривать сергеем и попробуем мы вот эту кучу что-то с ней сделать здесь с этой кучей на месте этой кучи сделать небольшую зону для игры детям может качели какие-то поставим вот эти вот садовые я еще не знаю нас конечно пока не было этого в планах да мы планируем свой бюджет я по образованию экономисту на их последний выпуск если что таких больше не выпускают в общем будем думать чтобы потому что детям гулять надо но я не хочу чтобы мои дети обзывали попрошайками вот ну что хочу сказать то что конфеты выпрашивают это наверное многие дети так делали я сама в детстве так себя вела но у меня было детство честно скажу голодное это было страшное детство если сейчас сравнивать с нынешними детьми я действительно не видела сладкого мне хотелось но мы выпрашивали не конфеты мы выпрашивали денежку на мороженку было такое было признаюсь так что у меня было у никиту старшего у никита у меня был такой анекдот из жизни в общем я по работе приходила к одной женщине вечером с документами она мне объясняла как и что нужно сделать я была только в начале как говорится работы ребенка старшему моему было где-то годика два с небольшим вечером естественно мне его оставить было не с кем я его брала с собой и вот приезжал к этой женщине она мне объясняла тут по документам что-то и на следующий день мне нужно было ехать налоговую сдавать эти документы в общем что у нас тогда случилось такое я это запомнила надолго спрашиваю никита ты помнишь он говорит нет я не помню я запомнила еще когда мы стали уходить ну есть же до рамки приличия какие-то и вот женщина как бы из приличия она спросила так может быть вот чаю я году ну что вы мы уже поехали мы нам уже пора а мой никита говорит да что чаю я бы супчик а поел в общем вот такой анекдот у меня на всю жизнь потом у нас миша еще миша звезда полей был и огородов маленький когда мы ездили на юг отдыхать стою на одном месте сейчас и до теплички свои дойду мы ездили на юг отдыхать значит и вот на пляже по пескам он у меня маленький еще не умел ходить его угощали его угощали арбузами дынями дыхающие вот и когда видели что кроме миши есть еще и никита старший то ну многие отрезали еще и на никиту арбузика вот а когда например если большая компания то могли и нас угостить но в принципе мы тоже так же делали если мы где-то дыхаем и что-то у нас есть например там фруктов много да почему бы не угостить других детей но мы спрашивали разрешение у родителей потому что мы воспитаны по-другому наши вот поколение но я не считаю это попрошайничеством это действительно просто угощали а попрошайничество миши было у нас во дворе у нас мы жили в пятиэтажном доме и над нами жили соседи и в общем миша что делал его бабушка там соседка вот это над нами которая жила иногда угощала конфетками ему это нравилось и что он делал он заставал под балкон и кричал бабушка вас там на улице вызывают она кто у меня милый вызывает а я не знаю кто то спускалась четвертого этажа вниз и он ей тихонечко спрашивал а конфетки нет все вот так ну понимаете вот к миши например не было какого-то отношения или стыда что он так делал мы просто над этим смеялись нам просто было смешно и соседки также было смешно это было ну как ну жизненно да вот потом еще один случай был никита значит приходит и говорит я больше с мишей гулять не пойду него что случилось мам ты знаешь что он сделал идут бабушки с огородов мы еще тогда тоже в квартире жили мимо огородов идут и несут лук укроп все прочее вот у нас в этом недостатка не было так как у сережи задача мама была жива у них был свой огород и мы так время от времени туда приезжали и летом у нас например всегда был и лук и укроп но случается штану портится да и как раз вот такой момент настал что я из холодильника это выбросило и мы бы например через день опять поехали за свежей зелью миша это дело усек и к бабушке сказал о и вас там лук у вас там укроп а у нас холодильнике закончился и лук и укроп а у той же целая хапка надо милый ты мой да и дни жалко нам и золотой он припер домой короче охапку лука вверхи хикает стоит в общем это истории жизни детей кровных детей сейчас у нас добавляются истории жизни еще и егора со снежкой вот то что мне бабушку валя ну соседка рассказала меня конечно это с одной стороны улыбнула а с другой стороны понимаете в чем засада есть люди которые вот мимо проходят дома ну кто знает какие у них там тараканы в голове и город у нас маленький многие знают что у нас в доме живут приемные дети некоторые даже специально наши улицы ходят посмотреть действительно уж не ущемлены ли они эти дети вот могут просто позвонить нажаловаться сказать что вот дети голодные дети обиженные там какие-то ну я понятно что не тот человек который дам себя укусить я и в ответ укушу поэтому я не боюсь если на меня она жалуется и скажет что и меня там нет должного ухода за детьми или мои дети голодные этого я не боюсь но сам факт сам факт вот этого неприятен в общем мы решили что пока у меня дети перед воротами гулять не будут потому что люди действительно ходят разные и машины уже стали проезжать нашей улице и такого раньше не было очень небезопасно стало живем вроде как на окраине города далеки мы специально выбирали этот дом где потише чтобы машин поменьше было чтобы деткам было попривольнее не знаю верка не скрипи двери вот девочки у кого тоже вот ситуация такая вот с детками вот как я своим объясняла что но нельзя вам сладкое но то что можно мама вам всегда покупает но ребенок есть ребенок ему всегда это хочется и я знаю что многие дети вот так же им родители дают например на обеды в школу говорят ни в коем случае не покупай там чипсы или что-то они все равно покупают тайком да вот в общем вот такой разговор длинный уж извините утомила вас теплицу свою вам показываю это у нас салат это для веренных улиток посажена но и мы иногда так кушаем его он уже сейчас перерос я жду свежий скоро должен подрасти так если некоторые листочки еще не очень большие то мы их тоже рвем салатик огурчики вот у нас скоро уже начнутся помидорчики зацветают перчики уже вот потихонечку есть небольшие перчики кроме меня никто не ест верующий ты еще между шепчет мне на ухо ну лера еще есть сергей у меня перца не переносит поэтому сказал так что перцев теплица не было его знаешь что теплица моя так что я тут буду хозяйничать ну вот и про тепличку поговорили и про попрошаек поговорили пишите в комментариях у кого может такие же вот ситуации возникали напомню что мои уже в принципе то не особо и маленькие сейчас идут в первый класс то есть в голове уже должно возникать что можно что нельзя буду сегодня разговаривать объяснять ладно так всем хорошего настроения ведь как солнышко погода хорошая птички поют всем до свидания